А можно ли со стороны психологии объяснить, почему человек все время тянет к эзотерике, к чему-то необъяснимому, по крайней мере, на тот момент? Смотри, какая вещь. Изначально человек, это же треединная структура, верно? Он этого может не знать. Он живет как материал, живет материальными вещами. Но ведь стремление к познанию, разум, стремление к познанию есть всегда и всем. То есть животные не живут, еще раз, только инстинктами. А человек хочет познавать, правильно? Так всегда было. Был такой журнал, хочу все издать, был фитиль, хочу такое, тоже хочу все знать. Человек хочет знать. И это нормально. Это нормально. И поэтому, что знать? Скрыты его возможности. Смотри, что происходит. Сегодня факт о том, что наш мозг работает на 4-5 процентов. Ну, кого-то может быть больше, не знаю. Но что только 4-5 процентов? 10 процентов. А где остальные 90-95 процентов? Где они? Они же где-то есть. Поэтому уже чем интересно стать ясновидящим, яснослышащим? Кстати, мы идем туда. И люди сегодня уже рождаются. Люди очень и очень неординатные. Дети. Вот. Просто мы забиваем своим пониманием, как им надо жить. Они же маленькие, они ничего не знают. А мы с высоты начали. Капошицы там. И мы даем им свое объяснение. Так как наши родители давали нам. А наши родители точно такие же, что не знающие. Поэтому и растет ребенок в обществе капиталистическом. Капиталистом. Капиталистическим мышлением. В социалистическом, в общем, живет социалистическим своим мышлением. И так далее. Вот. Противопоставлением, да. А при чем тут капиталистическое, социалистическое общество? А при чем тут страны? При чем тут континенты? Когда-то жило единое общество. Единая целью. Божественность своих родов. А сегодня себя в том лицо подрала. К сожалению. Поэтому и тянет человека узнать о себе. Это нормально. А гипноз? Это разновидность в психологии или боли в эзотерике? Трудно назвать. Гипнотизеры будут по-своему называть. Я не берусь, скажем, давать какое-то определение, что такое гипноз. Во-первых, для чего он нужен, что такое гипноз? Он говорит, для чего-то нужен, верно, да? То есть можно с помощью гипноза вести состояние человека в такое состояние, где на подкорке, да, где он спит. Вот мы когда спим, мы можем делать все, что угодно. Мы можем лететь куда угодно. Мы можем быть кем угодно. Летать мы можем. Все, что угодно мы можем делать, да? Тогда мы спим. В гипностическом состоянии человек тоже как бы спит, правильно? Вот. И тогда у него можно докопаться до его подсознания и увидеть некоторые причины, допустим, почему что-то с ним происходит. Как лечит гипноз, правильно? Вот. А как это назвать, не имеет, в принципе, никакого значения. Это средство какое-то не для шоу. Ну, кто занимается шоу, гипнозеры, там, так далее, там. Ну, это шоу. Сегодня человеку интересно шоу. А кто-то занимается помощью, с помощью гипноза. Лечит с помощью гипноза. Поэтому, смотря, для чего он нужен.